На летнем курсе было очень много всего нового. Я шла сюда с мыслью, что здесь не будет почти ничего нового. Я думала, что я повторю все, что прошло в этом году, но когда я пришла, я была очень удивлена тем, что было очень много новой и интересной информации. Что тебе запомнилось из этой программы? Что вы делали на занятиях по зоологии в летней школе? Больше всего, конечно, запомнились вскрытия. Это было очень интересно. Кого вскрывали? Вскрывали из самого запоминающегося, это тараканы и лягушки. С тараканами было очень сложно, потому что там было очень много жирового тела, но мы справились. Ну а помимо тараканов и лягушек, какие еще объекты вы изучали за эти 8 занятий в летней зоологической школе? Самое сложное для меня это были черви, круглые черви. Да, земляные нематоды понагрелись. Потом в самом начале мы изучали... Господи... Инфузорий, наверное, да? Да, инфузорий. Мы изучали инфузорий, мы изучали гидр. Что с гидрами делали, интересно? Кормили гидр. Чем? Ой, нет, не артемиями. Артемиями, да, как раз. Гидрами артемиями, наверное, и кормили. Маленькими личинками вот этого рачка морского. Артемиями. Так, интересно, а еще что? Резали их. В смысле, для чего? Смотрели, как они будут делиться. Это было очень интересно. А, регенерировать? Да. Ну и как, получилось? Да. Выжили? Да. Ну а вообще, вот гидр, инфузорий ты впервые здесь увидела вживую? Или когда-то приходилось их именно живьем видеть, а не на видео каком-то или на фотографии? Вживую увидела впервые. Это прям, на самом деле, это очень интересно. И в представлении, когда ты видишь их на фотографии, это совершенно по-другому. Что удивило вот среди, не знаю, изученных инфузорий, гидр и остальных животных? Что было неожиданным, вот когда ты их впервые увидела и стала изучать живьем? Размер. Я почему-то всегда думала, что они намного-намного меньше. То, что они обооруженным глазом, их невозможно увидеть. Ты про кого? Про гидр? Да, и про гидр, и про артемий, и вообще, в принципе, про всех. Я почему-то думала, что они микроскопические, прям очень маленькие, и их невозможно увидеть. А вы их видели даже недруженным глазом, ну или слухой. Просто стаканья, да. Ну а помимо инфузорий, гидр, пресноводных, кто еще был? Так, черви были. Круглые черви, да. Лягушки. Кольчатых червей. Кольчатых. А, да, тоже вскрывали кольчатых. Дождевого червя. Да. Ну и если сравнить вот все-таки вот обучение зоологии, ну скажем так, как это чаще всего происходит по учебнику, по картинкам, да даже по видео каким-то. И вот непосредственно, когда ты своими руками работаешь с живым материалом. В чем разница-то основная? На самом деле разница колоссальная, и когда ты это делаешь вживую, это очень хорошо запоминается. Когда мы видим что-то в учебниках, это может, вот мы можем это увидеть и в какой-то момент это забыть. А тут, я думаю, это въедается в память очень хорошо. Кому это может быть полезным, как ты думаешь? Я думаю, это будет полезно ученикам с 8 и по 11 класса. Это очень сильно помогает подготовиться к олимпиадам, к школьному курсу и в будущем к ОГЭ и ЕГЭ. Спасибо большое, Ксюша, за твой отзыв, за такую экспертную оценку со стороны учащегося, это для нас очень полезно и важно. Вам спасибо.